Всем привет! Сегодня я приехала к своей подруге и хочу вам показать наш разговор. Я уверена, что вы найдёте для себя очень много новых слов. Ну что, поехали! Привет! Как дела? Как? Я? Это Настя. Анастасия. Я проехал. Проходи. А вот и наш лифт. Живу я на 15 этаже. Там открывается очень красивый вид с балкона. Сейчас мы вам его продемонстрируем. Настя, ты такая молодец. 15 этаж. Чтобы все знали, где ты живёшь, если что. Да. Адрес ещё не поменял. Настя. С Новым Родином! Спасибо! Спасибо! Желаю тебе счастья, здоровья. И самое главное, чтобы ты здоровая была, вообще, как лев. Здоровая, как лев была. Как ты сказала. Вот. Ну да, ты очень нужна быть здоровой. И всегда такой же жизнерадостной. Как сейчас. Я счастлива. Сегодня мы решили приготовить обед. Это будет салат Цезарь. И что? И картошка. И запечённая картошка с курицей. Типичный русский обед. Борща только не хватает. Да. Но борщ мы не любим. И на улице плюс 30. Так что сегодня без борща. Надо было окрошку тогда сделать. Точно. В следующий раз сделаем окрошку. Итак. Для Цезаря нам нужна курица. Настя её уже обжарила. И... Настя молодец. И сейчас мы это будем смешивать. Пекинская капуста. Настя её моет. Кстати, я не знаю, как крошить. Что говоришь? Я говорю, не знаю, как её крошить. Да, как-нибудь покрошим. Настя режет ножом капусту. Теперь нам понадобятся помидоры. Настя, ты не будешь помидора? Я очень люблю помидоры. Особенно помидоры черри. Помидорка. Нам нужны ещё сухари. Здесь уже почти всё готово. Опа, опа. А здесь у нас картошечка. Тебе сейчас ситуация. Опа. Ой, посмотрите. Только это картошечка с мясом. Итак, здесь у нас листья салата. Помидор. Майонез. Ну, мы каждый сам себе в тарелку будем ложить. Чтобы не перемешивать. Сухарики. А, и здесь ещё мясо. Мясо, салат, помидоры. Хозяин. Итак, заглянем в русский холодильник. Оп. Итак, у нас здесь есть сыр, сок, груша, торт, оооо, это же шпроты. Вы только посмотрите, это вообще прям, это типичная русская просто еда. Микрофон в холодильнике. Ну, ладно. Апересины, сок, сосиски, сосиски с сыром, что-то у нас есть под фольгой. А, это синабоны. Микрофон мы уберем из холодильника. Ого, Настя. Тебе так много шоколада. Это мне подарили на работе. Яйца. Тебе на работе подарили? Да, я, короче, пришла на новую работу, на новую точку. А там мальчики работают, пацаны. Я, получается, одна девочка. Если я что-то делаю по работе, то влезает, надо им шоколадку. Это очень прикольно. Кайф. Итак, шоколадки, которые Насте дают за хорошую работу. Сливки. Ещё одни сливки. А зачем тебе две упаковки сливок? Одни заканчиваются, а вторые я ещё не открывала сегодня. А-а-а. Посмотрите, это же сгущенка. Это же сгущенка. Написано цельное сгущенное с сахаром. Молоко. Обожаю, это просто холодильный продукт. Типичный холодильник, это типа вот где там семья и четыре ребёнка. Борщ. Да, это будет борщ, что-нибудь на второе, типа макарошки с котлеткой. С котлеткой. Огурчики, помидорчики, закаточки какие-нибудь. Вот это, мне кажется, типичный холодильник. Да, ты права. А это так, типичный холодильник холостячки. Да. Настя холостячка. Тем временем у нас готова картошка с мясом. Один цвет. Не одну. Настя, почему ты делаешь картошечку с мясом? Ну, потому что она быстро и легко делается, и получается очень вкусно. Да. Я тоже люблю. Хватит или ещё? Да, мне хватит. Настя, почему в России так жарко? Все думают, что у нас здесь холода, и медведи бегают. А у нас плюс 30. А на солнце, наверное, плюс 40. Ну, мы находимся в умеренном поясе, поэтому у нас и холодно, и сильно, и жарко. Да. И душно. Самое, не очень. Душно, потому что мы в городе, и тут слишком большая загадованность. Да, и сильно много домов. Согласна. В деревне бы, да, пожить? Вот, в деревне это было бы шикарно летом проводить, особенно рядом с озером. Да. В пирсе на белке. Ой, ну наконец-то, наконец-то кушать. Ну что, бон аппетит. Бон аппетит. Я ещё, знаете, хочу вот сюда жалюзи повесить, чтобы, типа, когда солнечко закрывалось, и было прохладно. Да, солнечная сторона, да, получается, пультира, и из-за этого жарко. Это вообще, реально, в городе жарко. Ммм, вкусно. Всё, пора замуж. Да, Насте пора замуж. Это у меня подруга была? Была. Есть. Таня. С которой я жала. Это я ещё что-нибудь приготовлю на всё, Насте. Ну, ещё чуть-чуть, вот, и тебе пора замуж. Пока что вот соли не хватает. Я себе вообще никогда ничего не ссорю. Ночи не страшно здесь? Ммм. Тихо, спокойно. Ветрено, да? Ммм. У нас ещё внизу забор, типа, что-то собираются строить. Не мог, я не знаю, или от ветра он поломался. О, кто-то изначально поломал, но теперь, когда сильный ветер, он уволит. Это если я не засну, то потом невозможно при этом ветре уснуть. У меня соседи в квартире тоже одну ночь, однажды, я рассказывала, нет, как они подрались. Тоже история. В общем, они соседи, не которые сверху, а которые через квартиру выше. То есть, получается, например, я живу там на пятом этаже, а это соседи на седьмом этаже. И, в общем, это ужас был. Ночью крики, сопутствующие все звуки, что там берутся. Вот, мы уже думали, может быть, милицию вызывать, но потом успокоилась. Я так в кино хочу. У меня уже ломка от кино. Я не была в кинотеатре, и вот как начался этот карантин, и до этого еще не была. Я последний раз ходила, я даже не помню, на какой фильм. Не помню, на какой фильм ходила. А что там шло в феврале? Хороший вопрос. Не помню. Джентльмены. Это единственный фильм, последний, который я помню. Мы хотели сходить на Джентльмена. А, мы сходили. И потом хотели сходить на Мулан. Ну, соответственно, уже все прям с ним. Это фильм был, да? Мулан? Да. Помню-то, да. А, примерно так и не состоялось, да, получается? Я тоже хотела на Мулан. Пошли вместе. Когда он раскроет тебя. Я очень надеюсь, что раньше. А я только хочу в зал сходить. Уже два месяца там не была карантина. Ты занимаешься, да? Ну, как, в зал хожу. Дома я не занимаюсь. Ты с тренером занимаешься? Верно. Сейчас мне, а сейчас в основном, либо у меня просто кардио-тренировка, либо я на групповые хожу. А с тренером, не знаю, как-то накладно слишком. Для того, что вы просто постоите и поболтаете. Да, он даст упражнение, но эти упражнения, ну, по факту, надо себя просто заставить и начать самую выполнять. А я не хочу. Я лучше на группу высажу. Я думаю, что сама с этим занимаюсь. У меня и так легкие допила, ты съел вот такое. Кучаю видосики на тебе. Коврик себе купила. Я поначалу карантина думала, буду заниматься. Нашла тоже видосики. Начала заниматься, поржала сама себя. И все. Да. Я не знаю, мне почему-то кажется, что в квартире заниматься сама это так неуместно выглядит. Вот как-то все-таки в тренажерном зале, там, допустим, в самом зале или на групповых, это как-то уместно. Ты занимаешься. Мотивация больше, да? А тут никто за тобой не смотрит. Такая сама с собой хоп-хоп. Ну да, нужно иметь и терпение, потому что. Там, когда-то он позанимался, все, уже хочется поезжать. Ладно, еще такие какие-то, типа, силовые отжиматься, приседать, пресс делать. А вот если растяжка, то растяжка для меня сама с собой это вообще что-то с чем-то. А ну-ка, Настя. Да. Чем тебе нравится Россия? Такие вопросы. Да. Для обеда. Да, природа или люди нравятся. Блин, ну-ка. А как я могу сравнивать? Если я даже с выграницей нигде особо не была. Так, давай, три положительных качества. Да, три положительных и три отрицательных качества в России. Это может быть все угодно. Ну ладно, природа, соглашусь, у нас красивая. Я очень хочу посетить Алтай. Угу. Ну вообще, в принципе, и Сибирь, все. И на Байкал попасть. Я тоже очень-очень на Байкал. Вот у меня, если все получится, брат поедет на Байкал, он там ехать восемь часов от Байкала. Я думаю, может, к ним в этот момент приедете в гости и вместе с ним поехать на Байкал. Это первое, да, получается? Второе, что? Все. Достаточно природы. Да. Да нет, странно. Мне очень нравится сама погода, то, что она у нас достаточно разнообразная. То, что у нас есть и зима, и лето, и осень, и весна. Вот все времена года есть абсолютно. И если зима, это прям холодно. В последнее время именно у нас в городе не особо-то, скажу, зимой хорошо. Ну да, тепленько. Но все равно, тем не менее, мы снег видим каждый год. Да. Было бы прикольно, как помнишь, лет восемь назад или когда занесло весь город. Ой, мы тогда как раз жили в общежитии, да? Угу. И занесло весь город, магазины были пустые, я помню, вообще апокалипсис был. Да. Выходили из общежития, просто снега там по пояс. Вот так вот дорожек. Мне повезло, я тогда перед началом свалилась. Да. А у нас снегом даже не пахло. Дома. Да. Тогда вообще был завал. Ну и давай третий. Вообще природа и погода это одно и то же, так что... Ну нет, сейчас природа и погода это разные вещи. Природа это природа, это деревья, растения. Погода это вот ветер, дом. Ну ладно. Что еще? Ну ладно, давай, третий. Положительные это люди, потому что все-таки люди больше положительные, да? Да. В сторону, что отзывчивые, помогут, если что. Ну да. Да. Ну давай, три отрицательных. Здесь вообще легко. Дороги. Дороги. Поэтому точно скучать не буду. Но есть такое в России плохие дороги. И, к сожалению, это почти во всех городах, не считая крупных городов, как Москва и Питер. Даже в Питере, кстати, дороги не очень хорошие. Угу. Вот, по Питеру я буду скучать, если я уеду. Вот Питер, вот Питер, природа и погода. Ну все, Маша, ты меня в ступор поставила. Теперь думай, что мне не нравится Россия. Ничего, все тебе нравится, Несса. Ты бы сразу сказала, что нет. Он дороги тебе не нравится. Да, дороги мне не нравятся, согласна. Мне нравится прямолинейность русских. Потому что во многих странах некоторые не понимают этой прямолинейности. То есть многие думают, что мы в какой-то степени злые, например, или там грубые. Но когда мы спрашивают, как дела, мы действительно объясняем, как у нас дела. То есть мы действительно говорим, да вот там хорошо или плохо, да у меня это случилось, то произошло. А в других странах есть такой момент, что там спрашивают, как дела. Ну просто это этикет, так положено как бы спрашивать. Все спрашивают. И ты должен отвечать, I'm fine. И никому не интересно, как у тебя на самом деле дела. А в России, если у тебя спросили, как дела, на человеку действительно интересно. Он хочет послушать, чтобы ты рассказал ему, что у тебя произошло. Может быть, как-то помочь. И это, конечно, очень хорошее качество, на самом деле. В этом есть мы русские. В том, что мы всегда поможем друг другу. Нормальный. Тут кипяток. Что, еще добавить? Водички, наверное. Надо было тебе раньше пить. Ну знала бы я. Ну теперь отпивай. А теперь это потом. Отпиливай личку. Итак, типичные русские конфеты. Родные просторы. Россия. Щедрая душа. Ой, они для мягких растая. Сейчас попробуем. Надо их, значит, съесть побыстрее. Wähти побыстрее. Выигрывает. Опять побыстрее. searchisations смотрите подготовку. П Duboisку. aur Open dollarize. От폰. От patаоту. Перемь centres. П Voorка. Продолжение следует...